Добрый день. Ну, уже, на самом деле, Владимир Федорович, самый такой интересный аспект, связанный с мутациями в рецепторе эстрогенов, затронул. И, на самом-то деле, если говорить о чем-то принципиальном новом, то, конечно, это мутации, это особенности, связанные с мониторингом болезни, но об этом чуточку позже. Ну, на самом-то деле, очень часто к нам обращаются в лабораторию опухоль молочной железы, сделайте какие-нибудь тесты, чтобы подобрать лечения. На самом-то деле, спектр этих тестов значительно не менялся за последние многие годы. И каких-то супертестов, честно говоря, здесь мало. И вот этот список, ну, посмотрите, все, что есть. Ну, это, в общем, то, что циркулирует достаточно давно. Эстрогеновый рецептор я сознательно вот так расположил, потому что здесь, помимо экспрессии, появились еще представления о мутациях. Думаю, что это в перспективе важно. Рецептор прогестерона отдельная история. Про ХЕР-2 мы вообще не будем говорить, потому что это отдельная тема. И тут, в общем-то, все более-менее, ну, как сказать, входят какие-то стандарты. БРК-1, БРК-2 анализ и мультигенные тесты. Давайте по порядку. Ну, на самом-то деле, самое вообще важное, что происходит вот в этом десятилетии с точки зрения принципиально новых подходов, это все-таки осознание, что БРК, ассоциированный рак молочной железы, это с точки зрения лечения, с точки зрения терапии, действительно может оказаться иным заболеванием. Посмотрите, что происходит. У нас происходит утрата оставшегося аллеля в гене БРК-1 при развитии опухоли, и возникает изумительное терапевтическое окно. В нормальных клетках у нас сохранена функция гена БРК, а в опухолевых клетках за счет того, что обе копии инактивированы, нарушен сегмент репарации ДНК. И получается избирательная чувствительность клеток наследственного рака молочной железы к целому ряду препаратов. Это и препараты платины, которые, в общем-то, доступны, ну, и сейчас потихоньку, так сказать, занимают они место, осмысленное в терапии рака молочной железы. Это и парпингибиторы, которые, благодаря тому, что это новые препараты о БРК-мутациях стали больше слышать. Что получается? Значит, на самом-то деле, вот и наши собственные исследования и обобщение тех исследований, которые есть. То, что, безусловно, препараты платины имеют право на существование в лечении именно БРК-ассоциированного рака молочной железы, и БРК-диагностика действительно нужна для осмысленного выбора терапии, здесь, в общем-то, я думаю, что постепенно уже все приходят к согласию. Проблема заключается в том, что эффект платины, он достаточно краткосрочный, а если брать парпингибиторы, то они, по крайней мере, в качестве монотерапии обладают эффективностью, но достаточно умеренной. Почему так происходит? На самом-то деле, вот эти мутированные клетки, они имеют довольно большую способность к селекции, в частности, наши собственные работы показывают, что довольно быстро происходит замещение клонов опухолю теми клетками, которые уже восстановили функцию БРК и которые не могут отвечать на терапию. Но так или иначе, если раньше, 20, 15, 10 лет назад, БРК-тест преподносился как тест о профилактике, надо здоровых родственниц найти, надо организовать раннюю диагностику, то сейчас это все-таки в первую очередь, именно в первую очередь, тест, который помогает врачу правильно выбрать системную терапию. Показания для теста остаются одни и те же самые. Все-таки я, допустим, лично сторонник, не посылать всех на этот анализ, а все-таки как-то ограничивать теми, у кого больше шансов найти мутацию, хотя на самом-то деле здесь можно иначе на все эти вещи смотреть. Наследственная анамнез, тут все достаточно очевидно. Молочная железа, яичники, поджелудочная железа, желудок, все сюда входит. Молодой возраст, что такое молодость, вопрос достаточно условный, когда мы говорим о патогенезе рака молочной железы. Первично множественные опухоли, ну, конечно, билатеральный рак молочной железы, показания номер один, несомненно. Ну и плюс трижды негативный рак. Есть один нюанс. БРК-1 и БРК-2 разные гены. Трижды негативный рак характерен для БРК-1 гена. Этих мутаций у нас много. Но есть еще мутации в гене БРК-2, и там другой спектр ассоциированных опухолей. Если БРК-1 это молочная железа, яичники, все, то БРК-2 добавляется рак простаты, у родственников, разумеется, рак поджелудочной железы. Получается, что здесь свои нюансы есть, и даже выбрать, какой ген в первую очередь анализировать, БРК-1, БРК-2. Это не в пределах погрешности, это большие гены. Ну, в общем-то, для этого нужны специалисты, в частности, и моего профиля. Для чего все это делается? Еще раз говорю, изменился фокус. Если раньше это было в основном наука о профилактике, то сейчас все-таки в первую очередь, мне кажется, что играют роль эти тесты для выбора терапии наиболее оптимальной. И в чем еще заключается сложность? Полный БРК-тест делать очень сложно. Тем представителям славянской национальности, которые живут у нас в стране, эти тесты делать проще. Там много повторяющихся мутаций, и много носительниц мы находим при помощи всего нескольких ПЦР-тестов. Но, 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 помните, что у нас многонациональная страна, и там вот эти краткие тесты, они абсолютно неинформативны. Там надо делать полное секвенирование одного или двух генов, плюс тест на перестройки. Это отдельный набор, отдельная технология. Это все долгое, дорогостоящее дело. И если мы говорим о славянных, у которых нет повторяющихся мутаций, или о любом представителе любой другой этнической группе, то БРК-тест остается проблемой не только у нас в стране. Это и в мире остается дорогим мероприятием. Я сознательно с этого начал, потому что мне кажется, что вот это как раз та новизна, которая меняет сегодня стандарты. В частности, у нас в клинике на отделении у Владимира Федоровича, на отделении онкогинекологии, действительно, так поставлен сейчас процесс, что все, без исключения пациентки, хотя бы минимальный тест, но делают. А вот уже надо ли этот тест доводить до более сложного, вот это уже каждый вопрос надо решать индивидуально, там ограничение время и стоимость. А теперь новое, это хорошо забытое старое. Эстрогеновые рецепторы. Ну, казалось бы, эстрогеновые и прогестероновые рецепторы, диагностика, которая была внедрена четверть века назад, там ничего нового быть не должно по определению. А тоже же на самом-то деле, посмотрите, вот эти все стандарты, на каких зыбких аргументах они основываются. Посмотрите, это одно из самых известных исследований, где был определен порог, что считать позитивным значением эстрогенного рецептора, что негативным. Но ведь это уже те пациентки, то исследование, которое на самом-то деле делалось не просто как терапия ингибитора тамоксифеном, а это же было наблюдение адювантное. То есть у нас помимо того, что подействовал тамоксифен или нет, играет роль непосредственно биология заболевания. И получается, когда мы делаем порог между негативом и позитивом, то, в общем-то, здесь на самом-то деле не только ответ опухоли на лечение, но также и само поведение опухоли. Самый главный вопрос. Но если бы теоретически, если бы речь шла о мышах, а не людях, то можно было бы иметь контрольное плечо, где оставили бы подобных пациенток без лечения, и тогда бы сравнили, где тамоксифен, а где роль самой биологии. Но также этически сделать нельзя. Мы же не можем взять пациентку с заведомо положительным статусом рецепторов и оставить ее без специфического лечения. Вот и получается, что даже вот эти основы основ, на которых построена довольно сложная шкала подсчета позитивности по рецептору эстрогенов, она основывается на клинических исследованиях, которые по определению не могли быть рандомизированы по принципу лечения и контроль. И получается, что все равно здесь идут домыслы в пользу пациенток, исходят из того, что эндокринная терапия достаточно безопасная, и получается, чем больше женщин получают терапию, тем оно надежнее. Но при этом далеко не факт. Вот, посмотрите, даже у женщин, которые получали тамоксифен, и у них нет окраски рецептора, мы же не можем сказать, почему у них нет рецидива, потому что биология такая повезла, или потому что на какую-то из этих женщин, на какую-то пропорцию действует тамоксифен. То же самое и тут. Посмотрите, выраженная окраска. Мы же не знаем, где здесь действует препарат, а где сама биология опухоли. Разумеется, здесь десятки и сотни исследований, нельзя так упрощать. Но просто я к тому клоню, что многие стандарты, которые есть, они трактовались расширенно в пользу пациента, которые получают безопасное лечение, и поэтому здесь возможны нюансы. Ну, в частности, популярно было говорить, по крайней мере, в нулевых годах, примерно 10 лет назад, что зачем вообще определять рецептор прогестерона. На самом-то деле, эстрогеновый рецептор достаточно информативный тест, а прогестероновый рецептор как просто компонент-компонент эстрогеново-сигнального каскада, но это не более чем, чем маркер функционального состояния сигнального каскада эстрогенов. Посмотрите, абсолютно неожиданные работы. На что долгое время обращали внимание исследователи. Что сам по себе прогестероновый рецептор, если мы говорим, те категории женщин, у которых нет окраски по рецептору прогестерона, ER+, PR-, то они и на лечение хуже отвечают, и сами по себе эти раки имеют более агрессивное течение. И что интересно, всегда рассматривалось, что рецептор прогестерона это всего лишь компонент каскада эстрогенов. А вот это открытие говорит, что все наоборот. Оказывается, есть ситуации, когда рецептор прогестерона выступает в роли антианкогена. И получается, что утрата этого рецептора высвобождает клеточный рост. И посмотрите, действительно, вот эти категории карциномы имеют плохой прогноз. И что получается, что у нас примерно пятая часть рецептора позитивных опухолей, у них утрачен ген прогестерона за счет дилеции и за счет этого, и за счет этого они становятся более агрессивными. Вот и возникает вопрос. На самом-то деле, аналоги прогестерона пытались в разных ситуациях использовать в онкологии, в том числе и в клинике. И здесь могут появиться новые нюансы. Это все тесты моногенные. Один тест, один результат. Там, как правило, все достаточно легко интерпретировать. Сейчас очень популярны то, что я называю мультигенными тестами. На самом-то деле, это, как правило, экспрессионные профили, хотя есть и другие варианты, когда 10, 20, 70 генов анализируются их статус, и на основе этого компьютер выдает какое-то более или менее совокупное решение. Только в отношении экспрессионных тестов рака молочной железы подобных наборов, называемых там, подобных сервисов больше десятка. Самые известные из них онкотайп ДХ, потому что, в общем-то, он раньше всего был зарегистрирован, и он, если выражаться сленгом, он лучше всего раскручен. Там больше исследований, более мощная информативная поддержка и так далее и тому подобное. Вообще, вся идеология этих тестов основана на том, чтобы работать только с теми пациентками, которых уже прооперировали. У них возникает вопрос, если это рецептор позитивный рак, и если пациентка прооперирована, можно ограничиться адъювантной эндокринной терапии. Тест не говорит, какой, а ведь тут тоже возможны варианты. Или нужно еще добавлять к адъювантной терапии химиотерапию. По сути дела, вся суть, вся цель этих тестов выделить категорию женщин, у которых можно воздержаться от заведомо токсичной химиотерапии. Ну, если переводить немножко шире, трактовать, возможно, выделить какую-то категорию женщин, которые так бы получали только эндокринную терапию, а тут еще добавить химиотерапию, исходя из того, что у них заведомо плохой прогноз. Ну, на самом-то деле, дизайн этих исследований, которые есть в основном, это, конечно, ретроспективные данные, хотя отдельные проспективные исследования тоже есть. Что самое главное? Коррелируют результаты этих тестов с агрессивностью заболевания, то есть, можно ли при помощи онкотайп-дээкс выделить наиболее прогностически неблагоприятную группу и сказать, у этой женщины с рецептором эстрогенов позитивным будет рецидив, а у этой женщины рецидива не будет. С этим мультигенные тесты справляются хорошо. Правда, на самом-то деле, если возьмем классические морфологические характеристики, оба ли рецептора окрашиваются, сильное окрашивание или нет, какой возраст больной, какая степень злокачественности, результат, честно говоря, будет сопоставимый. Вот поэтому и на самом-то деле, если брать то, что называется консенсусы, то получается, что то, что тесты работают хорошо, тут сомнений нет никаких, они правильно дают результат. Принципиальный вопрос, добавляют ли они что-то к уже существующим морфологическим параметрам. Можем ли мы этот тест применять во внимание при изменении решения? А вот здесь как раз это настолько узкая категория, где тест не соответствует клиническим параметрам, но это надо, допустим, чтобы, допустим, степень злокачественности была низкой, а тест показывал, что это рак молочной железы высокого риска. Это редкое исключение, для них сложно проводить отдельные исследования. Вот тут, честно говоря, вопрос, как был открытым примерно десятилетия назад, так в какой-то степени он и остается нерешенным. Немножко, конечно, мы склонны преувеличивать значимость все нового, в том числе подобных мультигенных тестов. Ну, теперь то, о чем Владимир Федорович уже говорил, но так как сегодня в основном будет вопрос о эндокринной терапии, то для начала с позиции биологии опухолей очень важно выделять, где у нас первичная резистентность к эндокринной терапии, где вторичная. Ну, во-первых, есть пациентки, которые должны реагировать на гормонотерапию, на эндокринную терапию, а у них этого ответа, ожидаемого на терапию, нет. К сожалению, каждый припоминает такие случаи, когда абсолютно, казалось бы, непредсказуемая, абсурдная резистентность к терапии. Какие могут быть причины этого явления? Как ни странно, именно для рака молочной железы, который, казалось бы, лучше всего изучен, четкого-то ответа на этот вопрос нет. Ну, в частности, одна из гипотез, которая выглядит правдоподобной, это так называемые сплайс-варианты рецептора эстрогенов. На самом-то деле, каждый ген состоит из кодирующих участков экзонов и не кодирующих участков, интронов. И когда мы говорим про формирование белка, то здесь возможен конструктор. Не все кодирующие участки могут принимать участие в сборке РНК. Соответственно, есть такое явление, которое называется альтернативный сплайсинг. По каким-то неизученным причинам один и тот же ген может продуцировать разные белки на одной и той же матрице. Есть клинические данные, мы сейчас как раз этим начинаем немножко заниматься, которые показывают о том, что оказывается вот этот сплайс-вариант рецепторов эстрогенов, а не просто иммуногистохимическая окраска, не просто его количество, не просто уровень, а именно изоформа рецептора влияет на то, будет ли ответ на эндокринную терапию или не будет. Ну, в общем-то, это важная информация, если она подтвердится, это само по себе было бы неплохо. Ну и, конечно, то, что эффект эндокринной терапии ограничен по времени, рано или поздно, к сожалению, как правило, возникает резистентность, ну, здесь уже как раз Владимир Федорович это на слайдах упоминал, значит, один из механизмов. Если пациентка получает ингибитор ароматазы, что делает ингибитор ароматазы? Это эстрогенная депривация, это аналог кастрации у мужчин при лечении рака простаты. Вообще нет эстрогенов в крови, потому что они перестают синтезироваться. Что получается? В процессе эволюции возникает клон злокачественных клеток, у которых синсетизирующая мутация в рецепторе эстрогенов. Эти рецепторы, он уже, ему не нужна нормальная концентрация эстрогенов для того, чтобы быть активированным. Он реагирует либо на очень низкую концентрацию эстрогенов, либо реагирует, активируется сам по себе. Выход какой отсюда? Но на самом-то деле, если рецептор стал гиперсенситивным, то он все равно может быть разрушен фульвестрантом, фазлодексом. Это первое. И второе, это то, что он может сохранять чувствительность томоксифену. И предклинические, и клинические данные показывают, что это да, действительно так. Но возникает вопрос, а как вообще эти мутации мы будем анализировать? Ну, на самом-то деле, если мы говорим про диагностику мутаций в рецепторе эстрогенов, это очень непросто. Ну, на самом деле, у подавляющего большинства женщин с раком молочной железы, которые прогрессируют на эндокринной терапии, это либо костные метастазы, там вообще забор материала для молекулярного анализа невозможен. Ну, либо висцеральные метастазы, там, конечно, попроще, но все равно, в общем-то, это, что здесь сама инвазивная диагностика несомненно имеет пределы. Встает вопрос о так называемой жидкой биопсии, чтобы остатки ДНК рецептора эстрогенов улавливать в бесклеточной фракции крови, она называется плазма, и проводить полный анализ секвенирования. Вот тут как раз технологии пока не очень готовы, они работают на грани возможного, потому что если возьмете пациенток реальных, то у половины из них, у двух третей из них опухолевая ДНК в крови вообще не будет обнаруживаться, ее слишком мало, а даже то, что обнаруживается, сможете ли вы просеквенировать или нет, далеко не факт, даже самые чувствительные методы пока не очень с этим справляются. Ну и получается, соответственно, у нас, когда мы говорим про преодоление резистентности, в общем-то, есть линейка опций, они так или иначе применяются, но все-таки я скажу так, что надежных маркеров, которые вот можно внедрить в клинику и принимать решения, на сегодняшний день, увы, нету, это все скорее перспективы, нежели реалии. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо большое, Иван Ильич. Если вопрос сразу возник, то можно задавать или... Только сразу, потому что мне убегать надо, извините. А, так тогда... Вот, Ильич, как раз вот последний вопрос. Конечно, мы знаем о высокой эффективности, там, допустим, Эверолимуса, ПАЛБАЦИКЛИБА, но как бы мы здесь исходим из того, что там уже чувствительность к прежним схемам исчерпана и назначаем эти препараты, понимая их механизм. И вот самое главное, вот, учитывая и стоимость лечения, значит, ПАЛБАЦИКЛИБ стоит полмиллиона одна инъекция, как известно. Все-таки в каких направлениях вот будет поиск предиктивных маркеров, чувствительность к этим препаратам? Ну, на самом-то деле, есть попытки, практически все исследования, которые есть, и Эверолимуса, и ПАЛБАЦИКЛИБА, они включали те маркеры, которые лежат на поверхности. Ну, например, ПАЛБАЦИКЛИБ, о нем сегодня разговор, там так или иначе анализировались и экспрессия белков клеточного цикла, и амплификация белков клеточного цикла, то есть попытки такие были. На сегодняшний день ответ, к сожалению, негативный. Нет не только маркеров, нет каких-то идей, как эти маркеры искать. И получается, что здесь принципиально другое отличие по сравнению, допустим, ситуации при раке легкого. Там есть мутация, есть гарантия, что будет эффект от препарата. То, что я называю черно-белым тестом. Здесь даже близко к этому нету, и поэтому позиция, получается, что маркеров нет, по идее, каждая пациентка имеет право получить препарат с точки зрения существующих. И все упирается, в общем-то, в достаточную ситуацию безрадостную, потому что мы понимаем, что не только мы, все понимают, что так тяжело. Татьяна Юрьевна. Евгений, спасибо большое за, как всегда, блестящий доклад. Просто ясно, космос и молекулярной генетики может представить только вы. У меня возник определенный маркер. Ой, вопрос. Мы всегда рисуем перед собой портрет больного, кому мы можем оптимально назначить тот или иной препарат. В данном случае мы говорим о новой группе препаратов циклинзависимых киназ. И вы нам сегодня блестяще показали маркер резистентности к рецепторам эстрогеном. Маркер ИСР1. Можем ли мы в нашей сегодняшней практике определить мутацию этого гена и на основании уже выявления больных, которые резистентны к ингибиторам ароматазы, мы будем назначать им лечение более активной в данной ситуации фулвистранта, например, в комбинации с тем же самым циклинзависимым киназ. Можем ли мы определить мутацию этого гена сейчас уже? Проблема? Да, 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 можем все-таки. Значит, если у нас есть биопсийный материал, ну что, согласитесь, это подавляющее большинство пациенток все-таки биопсийный материал можно получить полуинвазивным. Да, мы это можем сделать. Это вообще не является проблемой никакой. Что касается жидкой биопсии, вот пресловутой, ну я знаю и литературные данные, сами этим мы занимаемся, у нас примерно так же получается. Там, увы, ситуация такая. Если вот эта мутация обнаружена, ну тогда это, скорее всего, так оно и есть. Но если она не обнаружена, это ни о чем не говорит. И вот эти технологии секвенирования для жидкой биопсии не готовы пока. То есть я все-таки исходил бы из того, что нам нужен хоть какой-то материал инвазивный. Но даже когда я говорю, что из костной ткани забор материала невозможен, ну это условно. Если вот этим заниматься, то там специальная проводка, все это можно. Я бы предостерег от увлечения жидкой биопсией, мне кажется, здесь какое-то всеобщее такое, недопонимание сути вопроса. Я бы так сказать. Потому что я знаю, что это популярная тема, и мы этим занимаемся. Да, да, да. Да, и сами авторы, они сами пишут, что они боятся, что будут упрощения. То есть они, вы показали, три работы, что очень опасно сразу широко внедрить, не получив исчерпывающий информацию. Валидацию. 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 Хотя, конечно, это привлекательно. В ходе лечения там не пять лет, а один год лечить, и идти на другой. Ну, еще тут есть один момент. Мне кажется, что я знаю о проблемах в целом. По жидкой биопсии слепые результаты, слепые исследования показывают намного худшие результаты, чем исследования открытые. вспоминается анекдот, что когда на честность стали играть, то очень стало вести. Да, работа Робинсон, Ванг и Фриденцин. Евгений, научу еще буквально один вопрос. Все-таки, как вы видите, какие возможные мишени, молекулярные мишени к резистентности гормона позитивного рака молочной железы. Все-таки у третьих больных резистентность изначально возникает. Поэтому, в каком направлении двигаться? Ну, тут все-таки, что, допустим, хорошо изучено, это там, где мутация показана. Почему? С мутацией намного проще с точки зрения интерпретации. Мутации либо есть, либо нет. Вот мы делаем анализ, он абсолютно информативен. Там нет вообще серой зоны. Все, что касается применения антагонистов сигнальных каскадов, там фактически колоссальная, так сказать, роль отводится активации параллельных сигнальных путей. И на самом-то деле, на этом-то как раз и построены вот эти сочетания. Ведь, по сути, и тут речь идет о комбинации сигнальных путей параллельным, и тут речь идет о комбинации параллельных сигнальных путей. Проблема заключается в том, что там намного хуже отработана методология классификации опухолей. То есть, нет сегодня инструмента сказать, ага, вот здесь произошла компенсаторная активация, допустим, МТОР, каскада здесь, вот это надо назначить, других другая, равно как, ну, все равно, видите, все равно эффекты конечные от всех этих. То есть, он не навечно, и это тоже проблема. К сожалению, ну, опять же, мы этим увлеклись, увы, мы, то есть, для меня, допустим, до сих пор шоковое явление, которое мы открыли два года назад, что резистентные клетки в опухоли уже предсуществуют, зачастую нет никакой эволюции, просто селекция идет, и все, с этим ничего не поделаешь. Продолжение следует...